Всем доброго дня! Сегодня у нас Kia Sorento BL 1, 2006 год, 145 лошадиных сил, 2.5 турбодизель. Я ее назвал старушка Бетти, на ум пришло. Дело в том, что хозяин рассказал, что наша Бетти по утрам на холодную гадит под окном соседки, которая скоро расправится и с хозяином, и, наверное, с машиной. Что происходит? По утрам машина плохо заводится, идет прям большие клубы сизого дыма, пока не прогреется. Все это очень невкусно пахнет. Вот именно по этой проблеме она у нас здесь оказалась. Диагностику я уже сделал. У нас, получается, не работают свечи накала 2-го, 3-го, 4-го цилиндра. Также у нас сливают в обратку топливные форсунки 1-го и 4-го цилиндра. Сделали тест на обратку. Смотрите, не стали снимать топливные форсунки, не стали снимать, проверять на стенде. Это деньги, это время. У меня уже в практике есть такой способ. Если форсунка неисправна, первое, что она делает, она начинает скидывать в обратку. То есть, если что-то происходит с распылителем, разбух распылитель, забился распылитель. Допустим, не знаю, любое, что бы там ни произошло, то есть форсунка сразу начинает скидывать в обратку. Сделали тест на обратку, показывает, что и так же на горячую, на горячую, чтобы запуститься, она уже делает 2-3, 3,5 оборота, чтобы завестись. Сделали тест на обратку, показала первое, четвертое, и мы их будем менять. Мы не будем их делать, потому что вот наши форсунки, которые мы будем ставить. Многим уже ставили эти форсунки у нас, проверяем их сами у себя на стенде. Такая форсунка стоит, это заводская, неремонтная, снята с контрактного двигателя и была проверена у нас на стенде. Стоит она 4 800, по-моему. Свеча накала, не то, не то, не то. Сейчас, секундочку. Наверное, уточню. Да, есть такое. Есть такое. Форсунка топливная стоит 4 400. То есть полностью исправная, все с гарантией, то есть мы ее просто ставим. И лучше этой форсунки, то есть ее параметров на данный момент, боюсь, что ни один из мастеров за эти деньги, за эти деньги, не сможет сделать вашу старую. То есть возьмут 5-7 и сделают как-нибудь более-менее. Поэтому в каких-то случаях, да, есть, когда форсунка стоит там 40-50 тысяч, тогда есть смысл сделать ремонт хоть какой-то, чтобы как-то. В этом случае нет смысла ремонт делать. Старые выкинуть, другие поставить. И они будут работать и служить долго и счастливо. По форсункам понятно, у нас производится просто замена, прописывать их не надо. Вторая проблема у нас это замена свечей накала. Смотрите, свечки я попробовал, сорвал. Вторую, третью, четвертую, потому что к ним есть доступ. На первой Sorento BL для того, чтобы сменить свечу первого цилиндра, необходимо снять генератор. Даже он, в принципе, не мешает, не мешает. Мешает вот этот кронштейн, вот этот кронштейн для снятия двигателя. Если нам нужно поставить или снять, или вообще просто переместить двигатель, у нас есть две проушины. То есть передняя и задняя. На 170 сил, уже рестайлинг Sorento, они взяли и на этой проушине внизу сделали вырез. И теперь, можно без снятия генератора, можно залезть и открутить свечку. На 145 это невозможно, потому что кронштейн идет цельно. Да, можно, допустим, либо поставить кронштейн на 175, если вы сами делаете. Можно взять болгарку и спилить. Потому что, если на следующий год вам надо будет проверять, чтобы не делать этих действий, спилить этот уголок, как у рестайлинга, отпилить, и чтобы к ней уже был в дальнейшем доступ. К свечам. Также будем менять патрубок корпуса воздушного фильтра. Вот он, впускной. Здесь все было в масле. Мы его будем менять. Смотрите, что он тут натворил. Вот этот шланчик. Вот этот шланчик вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Вот он даже здесь весь лопнул. Он прям вот, ну вот, колом стоит. Вот так он выглядит. И тем самым, что он стал жесткий, двигатель ходил двигаться, и он вот так порвал. И вот у нас появилась такая дырка. От датчика расхода воздуха до турбокомпрессора, и уже от турбины полностью по патрубкам и интеркулеру до пускного коллектора не должно быть подобной дыры. Датчик расхода воздуха видит. Если мы проткнем интеркулер или любой патрубок, проткнем и сделаем дырку, он сразу покажет, завысит расход воздуха, и сразу завысит количество впрыска топлива. Он завышает, сразу увеличивается расход топлива. Даже в какой-то мере люди чувствуют, что вроде бы тяга стала лучше. И при резком ускорении сзади будет лететь сажа черная. То есть, ну, она во многих присутствует, даже полностью в исправных машинах. При резком ускорении там бывает, что выскакивает сажа. Это, в принципе, норма. Но здесь ее будет гораздо больше. Этот патрубочек у нас есть в наличии. Цена, конечно, его кусается. 5700, но он будет новый, оригинальный. Мы его будем ставить новый. Вот по этому шланчику. Заказать его не получается под заказ, так как машинка старенькая. Вот можно взять шланг системы охлаждения, оригинальный, корейский. Но он не предназначен для этого. Его раздует, разбухнет. То есть, нельзя поставить садовый шланг или что-то еще. У этих шлангов есть свое свойство. То есть, от масла. И поэтому они работают долго. У многих, наверное, было такое, что если в систему попадает охлаждение масла, то все патрубки раздувают, полностью рвет нитки. Поэтому я буду использовать проверенный шланг. У многих из моих подписчиков уже стоит такой шланг. Я всем ставил на вентиляцию. Мы его ставим на охлаждение, где-то меняем. Он у нас силиконовый. Хотя у него также есть нить, ткань. Но практика показывает, что его не съедает. Во-первых, он достанется клиенту бесплатно. Во-вторых, не было еще более трех лет. То есть, мы используем эти шланги, а может быть и четыре года. И пока нареканий на них не было. То есть, вот шланг поставим по размеру. Хомуты используем свои же старые. Оттуда, у столового патрубка поставим. И все будет работать. А сейчас приступим к замене непосредственно уже свечей. Заранее я их немного залил растворителем ржавчины. Сейчас еще раз побрызгаю. Самое главное, что они пошли. И слышно, как щелкает именно кончик свечи накала внизу. Это очень хорошо, что так происходит. Когда закисает верхняя часть резьбы, это очень плохо. Сейчас будем снимать генератор. Но здесь еще одна есть проблема. Смотрите, мы будем менять приводной ремень. Потому что здесь клиенту поменяли приводной ремень. Мало того, что его поменяли, поменяли, его поставили неправильно. То есть, гидронатяжитель, у него ход вообще прям маленький-маленький. И вот ремень я даже не могу снять отсюда. То есть, очень-очень сложно. Во-первых, сам натяжитель, когда мы ставим короче ремень, находится под нагрузкой. То есть, он прям в своем максимальном пике работает. Во-вторых, нагрузка также вся передается от... Ремень, по идее, перетягивается и передается по всем роликам. И тут уже вопрос, сколько все это будет работать? 10 тысяч или 40 тысяч. То есть, это ролики, это помпа и все остальное. Ремень будем... Хотя он и хороший новый, но он не от этой модельки. Будем его... Потому что Соренто 145 сил и Соренто 174 лошади. У нас ремень разный. А разный, потому что генератор, кронштейн, здесь стоит выше и ниже. То есть, кронштейн другой. Поэтому ремень, длина разная. Сейчас снимаем и будем пробовать отворачивать свечи. Вот, кронштейн. Это кронштейн на 170. Здесь вот мы видим, что даже сняв генератор, сняв генератора, то есть кронштейн, мы все равно не можем открутить свечу накала. Сейчас мы открутим кронштейн и визуально посмотрим, что там. Что здесь лишнего? Вот мы берем этот кронштейн свой. Если вы там отворачиваете, то вот как раз по окончанию резьбы вот здесь вот так, можно с запасом, ничего страшного, все это выдержит. И вот так спиливаем. Вот по меточке. И все. И у вас будет доступ. То есть, вот это оригинальный от 170. То есть, и вот видим разницу. Как сделано. То есть, он прекрасно держит двигатель, ничего не отваливается, не отрывается. Но я пилить не буду, потому что у меня есть кронштейн. Я сейчас поставлю. Когда у меня не будет кронштейна, да, я отпилю. Это у меня осталось от контрактного двигателя. Поэтому старый, который я пометил сейчас, я его брошу в ящик. И если будет необходимость когда-нибудь, то я отпилю его. Бывает, бывает, сейчас смотрите момент, бывает, что люди вообще его откручивают, выкидывают. Можно сделать так. Можно снять и убрать его вообще. Потому что мотор мы снимаем не каждый день. А вот свичи, накалов, вполне возможно, что каждый год или через год мы достаем их. Либо потому что меняем, либо для того, чтобы обслужить. Ну что, вы слышали звук, как они хрустят. Хруст бывает прям одиночный, то есть потихоньку щелкает. Когда она щелкает, это даже хорошо. Если у вас есть шанс ее открутить. Не спеша, вперед, назад, вперед, назад. Щелкает, щелкает сажа. В конце, на самом элементе, нагревается который, в самом низу. Сейчас я вот первое свечу вытащу и вам покажу. То есть, я уже показывал, что сажа вот прямо вот здесь. То есть, этот скрип и щелканье идет вот отсюда. То есть, там забивает сажа. Здесь все прямо вообще в идеале. Даже вот она чуть пропускала. И со всеми остальными. Если же щелчки пропадают и между щелчками появляется большая пауза, значит останавливаемся и крутим, пробуем крутить назад. И опять назад, вперед, назад, вперед. Льем ВДшечку. Не знаю, кто-то может быть тормозу. Жидкость будет использовать. Да, но опять же, в вашем случае есть такой большой плюс, огромный. Вы заранее можете их пролить, прокапать. То есть, после работы приехали, открыли капот, брызнули шпрессом, пошли спокойно спать. Лучше это делать с вечера на горячий. Сейчас, если снимем оставшиеся, то уже, ну вот они щелкают у нас, поэтому есть много шансов, что они не отломятся. Даже откручивая, то есть, мучаясь потихоньку, аккуратно, стоимость замены свечи останется. Вот, сейчас я кручу. То есть, щелчки были частые, а потом стали редкие. Все, возвращаемся назад. Назад возвращаемся. Вот прям чувствуется, что все, звук уже изменился. И когда мы ее выворачиваем до конца, эта сажа падает туда, в камеру сгорания, и как раз освобождает нам выход свечи. отваливается сажа, и вот он уже совсем другой звук. И вот опять кверху подходит, и опять начинает в том месте щелкать. Иногда это лучше делать даже на горячую. Расширяется, иногда откручивается получше. Нет, опять не идет. То есть, чувствуется, что есть риск, что она отломится. Возвращаемся опять назад. И самое главное, что ВД-40 и различные там смазки, скорее всего, вам ну вот прям сразу, моментально, не помогут. То есть, для этого нужно время. Ну вот аккуратненько, аккуратненько. Не спеша. То есть, ну вообще, на самом деле, нужно чувствовать этот кончик, потому что прежде чем сломаться или щелкнуть, то есть, он играет такую, когда резьба чистая, и мы чувствуем, как он изгибается на пругу его. Кстати, в одном из видео я показывал, что вот с неоригинальной свечой, таких как Febi, Bosch, там Denso, Stelox, вот эти вещи не прокатит. Скорее всего, вы не почувствуете щелчка, не почувствуете вот это усилие, перед которым она отломается. Она просто отломается, и все. Потому что качество металла там не позволит вам крутить и долго вращать. Поэтому свечи будут оригинальные. Ну, прям не Киев, Хундай. У нас Киев, Хундай использует НЖК, и, то есть, если берем прям именно фирму НЖК, то это будет на порядок дешевле. Ну, вот в конце прям вообще не хочет. Ладно, сейчас зальем, пусть постоит. Переходим к следующей. Также свеча, когда плохо идет, она нагревается. И алюминий это прям очень сильно чувствует. Он очень сильно передает тепло, поэтому стоит ее оставить, залить и заняться другой свечой другого цилиндра. Вот, допустим, четвертая прям чуть-чуть пощелкала, вроде пошла пока. Еще есть такой момент, свеча, которая работает, на ней обгорает эта сажа, она обычно откручивается лучше всего. Ну, вот, к примеру, у нас была первая рабочая, все остальные неисправны. Ну, вот эта гадость как раз сейчас нам не давала открутиться. То есть, здесь с резьбой все в порядке. Сколько бы я не брызгал ВДшкой, вот она прошла только вот до сюда чуть-чуть. Да, нужно время, то есть, нужны часы, может быть, даже дни. Если закисло, то для того, чтобы все отошло, нужно время. Так, возвращаем назад. Возвращаю. Я сейчас вывернул, залил. ну, вообще, прям вот вторая, прям тяжело, тяжело. Этот кончик, прям он бедняга, прям хрустит, хрустит. Я буду закручивать до самого конца, до упора. Потому что, закрутив до самого конца, до упора, как раз появляется у Сажи возможность выпасть туда. то есть, она выходит туда, у нас нагревательный элемент сам, и она осыпается. Ну что, вот, помучился где-то примерно полчаса, потихоньку, не спеша, с помощью жидкости для ржавчины вывернул все четыре свечи. Вот, визуально видим, смотрите, свеча, которая работала, а у нас получается самая чистая. Самая чистая, открутилась, она без проблем, которая работала. Да, чуть поскрипывала, но все же. Замучила прям реально эта свеча второго цилиндра. Мне прям буквально прям раз десять пришлось ее туда-обратно, не спеша, потихоньку вернуть. Четвертая тоже, в принципе, открутилась без проблем. Все, сейчас поставим новые, новые, обработаем температурной смазкой, все закрутим, затянем. Самое главное, не забывайте, надо затягивать их тоже хорошо, потому что, если затянете плохо, начнет пропускать сажу, забьет всю полость и свечу, скорее всего, выкрутить потом не получится. Она обломится под самый верх и надо будет сверлить и вытаскивать. В принципе, все по форсункам топлива, я думаю, ничего там нет страшного. Просто сняли, поставили другие, прописывать ничего не надо. Новые резиновые колечки, новые шайбы и все, наверное. Так, сразу, наверное, уделю минутку для диванных экспертов, которые сейчас начнут сразу писать, да вот, вы там хотите отломать, заработать или что-то еще. Вы знаете, дело в том, что вот весь этот процесс, я, допустим, лично от себя говорю, я могу уделить, ну, час, не больше. То есть, час времени на откручивание четырех свечей. Да, тяжело крутить туда час, не больше, потому что я, как все нормальные люди, здесь зарабатываю. И мое время стоит каких-то денег. На тот случай, то есть, если я знаю, что они пойдут, я истрачу этот час. Не вопрос. То есть, сумма от этого не изменится. Как была тысяча рублей с заменой одной свечи, так и будет. То есть, сумма не изменится. Не важно, буду я отворачивать это десять минут или буду мучиться целый час. Но, если я чувствую, что я смогу это сделать, я это делаю. В тех случаях, когда я понимаю, что это не открутится, я сразу обговариваю с клиентом. В основном, все мои клиенты, все мои подписчики, которые здесь приезжают, они все находятся со мной рядом, я им все объясняю, как что делать. И если свеча не отворачивается и шансов у нее открутиться в течение этого часа нет, то советую ее оставить. Пусть у нас будет, мы там три заменим, одна будет сломана. Я советую ее оставить и приобрести шприц, тормозную жидкость и после работы, говорю, там подливать. И потом она уже, да, через неделю-две она открутится точно. Это уже пройденный этап, то есть это уже много раз было. Но напомню, что здесь как бы никто не будет ждать сутки или двое. это работа. Смотрите уже как бы сами, но работа есть работа. То есть мы можем уделить какое-то определенное время на какие-то работы, если мы знаем, что это сделается. Если нет, то не беремся, то есть вообще даем совет, что как это сделать лучше, экономнее и быстрее. Ну все, всем до новых встреч. Надеюсь, что наша соседка больше не будет ругать своего соседа. Скорее всего, все будет заводиться, все будет работать. Проверим питание на свече накала. Все это проверим завтра, протестируем утром. И я больше чем уверен, что все будет отлично. Пока!